Всем привет! С вами телепроект «Первый городской блогер» и я, Наталья Забнина, ваш проводник в мир тайн и интриг шоу-бизнеса. Давайте узнаем, что на этой неделе приготовили нам звезды. Два с половиной миллиона долларов за квартиру Мэрилин Монро. В интернете можно приобрести особняк знаменитой актрисы. Десять лет без Моргенштерна. Знаменитый рэпер в очередной раз заявил, что покидает шоу-бизнес. На кого Артик променял Асти? Что ждет знаменитый дуэт после распада? Миллион рублей за юмор. Команда КВН «Темная армия Вятка» выиграла Суперлигу. Культовая группа «Гориллаз» выпустит фильм и представит новую версию пластинки в честь 20-летия. Команда анонсировала переиздание альбома, выход которого намечен на 10 декабря. В него фанаты смогут послушать обновленную версию лэнгплея на 8 дисках и виниловых пластинках. Еще больше новостей о заграничных звездах в нашем мировом дайджесте. Сара Джессика Паркер отреагировала на критику в свой адрес на тему внешнего вида. После того, как в сети появились кадры со съемок продолжения секса в большом городе, актрисе посыпались гневные сообщения от подписчиков. Суть их проста. Паркер слишком стара для роли, а седые волосы и морщины не украшают ее образ. В интервью журналу Vogue Сара рассказала, что, по ее мнению, она прекрасно выглядит и не может остановить старение. Отметим, что продолжение картины «Секс в большом городе» выйдет уже в декабре этого года. Крис Коламбус хочет собрать звездный состав фильма «Гарри Поттер» вместе. На днях режиссер заявил, что хотел бы выпустить еще одну картину о знаменитых волшебниках. Возможно, Коламбус рискнет взяться за экранизацию пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя». Это его маленькая мечта. Напомним, недавно состоялся 20-летний юбилей со дня выхода первого фильма «Гарри Поттер и философский камень». Квартира Мэрилин Монро выставлена на продажу. Пинхаус в западном Голливуде площадью 185 квадратных метров можно приобрести за 2,5 миллиона долларов. Это была седьмая и последняя квартира Мэрилин, прежде чем она купила закрытый четырехкомнатный дом в Брэндвуде, где умерла в возрасте 36 лет. Актер Райан Рейнольдс уходит в творческий отпуск, как минимум до лета. Актер заявил, что временно не берет новые проекты в кино, а хочет уделить больше времени своей семье. Напомним, что Рейнольдс женат на актрисе «Блэк Лавлия». Они воспитывают трех дочерей – Джеймс, Инесс и Бетти. Солисты группы «Артики Асти» дали первое интервью после распада. Спустя 10 лет работы музыканты приняли решение о прекращении сотрудничества. В новом выпуске ютуб-шоу «Осторожно, Собчак» Асти рассказала, почему коллектив «Артики Асти» прекратит свое существование в прежнем составе, где отметила, что ей и Артику пора идти своими дорогами. Но споры фанатов, что же будет с дуэтом дальше, не прекращаются в аккаунтах артистов. Чурный день для поклонников популярного дуэта «Артики Асти», который отмечает свое десятилетие. В инстаграме дуэта солист Артем Умрихин пишет, с сегодняшнего дня наши пути расходятся, и каждый идет своей дорогой. Аня наверняка начнет свой сольный путь, а я продолжу делать то, что делаю всю жизнь – писать песни, искать новые таланты и помогать им реализовываться. Группа «Артики Асти» продолжает свою деятельность, но уже в обновленном составе. Певица Мэри Гу может стать новым женским голосом дуэта «Артики Асти». Голос молодой исполнительницы может идеально вписаться в творчество группы. Под различными публикациями начали появляться комментарии, призывающие Умрихина рассмотреть ее кандидатуру. «Может вам попробовать Мэри Гу? Мне кажется, она отлично впишется. Я за Мэри Гу. После Анечки она лучшая кандидатура. Мэри Гу! Мэри Гу! Мэри Гу! Артем, подумай над этим». В ответ Умрихин попросил прикладывать к комментариям видео. Заявки без демонстрации таланта он рассматривать не собирается. Неделя каникул не прошла даром для российских знаменитостей. Например, Дима Билан в своем инстаграм-блоге пожаловался, что за время локдауна набрал 6 килограммов. Чего не скажешь и Полине Гагариной, которая хвастается фотографиями с отпуска. Певица, как всегда, в прекрасной форме. Чем еще жили российские селебрити, узнаем прямо сейчас. В своем инстаграм один из самых популярных рэперов Алишер Моргенштерн заявил о своем уходе из шоу-бизнеса. Он написал, что вернется через 10 лет. Подписчики же просят Моргенштерна не уходить. В комментариях они пишут, что, возможно, это просто шутка. Уйдет Моргенштерн или нет, пока неизвестно. Но билеты на его концерт, который будет 2 января, все еще продаются. Напомним, что недавно он выпустил серию клипов на своей треке. Последним, как ни странно, вышел клип под названием «Я когда-нибудь уйду». Известной певице, ведущей и блогеру Ольге Бузовой Мыхат не выплачивает почти полмиллиона рублей. На этот раз конфликт возник между Ольгой и директором Владимиром Кехманом. Причиной стала отмена спектакля «Чудесный грузин», в котором Ольга принимала участие. А также Мыхат не возвращает крупную сумму певицы за спектакли, которые уже прошли. Господин Кехман написал мне сообщение и сказал, что это только бизнес. Мне просто интересно, с каких пор театр стал бизнесом. Ольга Бузова не желает просто так оставлять эту ситуацию. Она намерена разбираться при помощи своих адвокатов. Бывшая, не бывшая. Не прошло и месяца после слухов о расставании Тимати и Саши Дони, как пара опять веселится вместе. Александра выложила к себе в Инстаграм истории с танцующим Тимуром. По всей видимости, пара приехала отдыхать на Мальдивы, где они участвуют в серфингском фестивале. Надеемся, их расставание было просто ошибкой. А сейчас вновь начнется романтический период. Анастасия Ивлеева призналась в любви к грузинам. У нас есть мечта. Мы хотим встречаться с грузинами. Да. Только не с одним. Ну, естественно. Нам такое не надо. Смотри, вот он уже с другой. В восторге от грузина. После развода с LJ популярная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева пошла в полный отрыв. В своем новом видео на YouTube-канале звезда вместе с подругой Юлией Коваль отправилась на выходные в Тбилиси. Именно там Ивлеева и заявила, что ей нравятся грузины. Видимо, Анастасия очень хорошо проводит время. Шоумен Гагент Солнцев буквально через неделю после развода с Екатериной Терешкович женился на ее дочери Полине. Как известно, свадебное торжество прошло на днях в столице и было омрачено скандалом. Все потому, что в разгар банкета в ресторан ворвалась близкая подруга экс-супруги Гагена и полезла в драку с молодоженами, облив их при этом непонятной жидкостью. В результате Солнцева забрали в отделение полиции, а праздник был испорчен. Охрана! Охрана где? Охрана! И это еще не все новости на сегодня. Вот, что ты увидишь далее. Миллион рублей за юмор. Команда КВН «Темная армия Вятка» выиграла Суперлигу. Учимся делать селфи и качать мышцы. Лучшие лайфхаки для привлечения подписчиков от кировского блогера Анастасии Новоселовой. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, а я уже по традиции начну листать ленты новостей, чтобы найти для вас еще больше ярких и скандальных событий из мира шоу-бизнеса. Всем привет! С вами телепроект «Первый городской блогер». И мы продолжаем. Экс-участница «Дома-2» Кировчанке Евгении Феофилактовой сделали предложение. Сейчас она отдыхает на Мальдивах вместе с сыном и своим молодым человеком, которого хорошо скрывает. Но на днях Евгения выложила фото с романтичным предложением. «Выходи за меня, Женя!» – такую надпись оставил на песке ее тайный избранник. Надеемся, что Евгения скоро покажет, кто завоевал ее сердце, а мы переходим к нашей рубрике «Киров на связи». Кировская команда КВН «Вятка» выиграла 1 миллион рублей в новом шоу на СТС Суперлига. Соперниками стали команды «Актеры» из Санкт-Петербурга и «Азия Микс». В финальном конкурсе «Вятка» взяли с собой популярного тиктокера Артура Бабича. Зал был в восторге, смех, аплодисменты и все то, что принято в КВН. По итогам зрительского голосования наши ребята набрали большее количество голосов и сертификат на круглую сумму ушел в наш город. Талантливые певцы Женя Галибри и Саша Мавик, исполнители песни Федерико Феллини, вновь выпускают трек с известным тиктокером Хабибкой. В этот раз трек называется «Диско-танцы». Дата выхода пока неизвестна, но даже короткая версия трека набирает большие просмотры в Инстаграм и Ютуб, а в Тиктоке уже запускают под нее челленджи. Напомним, что парни начали свою музыкальную карьеру в Слободском. Кировская фигуристка, чемпионка мира Оксана Домнина, в своем Инстаграм выложила пост, где рассказала, что состоялась премьера спектакля Ильи Вербуха Анна Каренина, в котором она приняла участие. Это было просто велично, и эмоции переполняет. Сегодня уже второй день. Спасибо всем зрителям, которые к нам приходят и будут приходить. Оксана выступала с Романом Костомаровым, как пишет сама фигуристка. Они очень счастливы, что им удалось представить творение московской публики. Сейчас у спортсменов проходит по два выступления в день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всем привет! Меня зовут Настя. Я Рома-практик и тренер. И по совместительству веду свой маленький, но классный блог. Сегодня я расскажу, как интересно вести свой блог, как найти единомышленников, подписчиков, которые будут лайкать сторис, смотреть вас с удовольствием. Чтобы не бояться камеры, обязательно тренируйтесь. Есть очень неплохой прием, называется говорящая голова. Когда вы берете телефон, смотрите в камеру и наговариваете то, что хотите сказать. Конечно, не все получается с первого раза, и даже я, бывает, переписываю с 20-й попытки, но ничего, мы со всем справимся. Перед тем, как снимать, обязательно протрите камеру. Это очень важный момент для качества вашей съемки. Старайтесь снимать видео в светлое время суток, потому что естественный свет поможет вам выйти в топ, ведь лицо становится более свежим и солнечным. Вообще, всегда подписываются на человека, смотрят, чем же он занимается, какие у него увлечения. Например, у меня в блоге вы можете познакомиться с тренировками, познакомиться с эфирными маслами, с эстетикой использования эфирных масел. Я все рассказываю, показываю. Я рекомендую выбирать тему именно ту, которая откликается вам самим. Тем, чем вы занимаетесь в обычной жизни. Если вы мама, снимайте о ваших детях. Если вы тренер, снимите тренировки. Оставайтесь с собой, не нужно никого обманывать, придумывать себе какие-то маски, какие-то специальные увлечения, из-за которых подпишутся на вас. Перед тем, как настраивать рекламу, обязательно подготовьте свой профиль. Выберите фотографии в единой стилистике, посмотрите текст, проверьте текст на ошибки. Это тоже важно. Некачественный контент, к сожалению, отталкивает зрителя. И поэтому даже если вы на такой профиль настроите рекламу, она может не сработать. Если вы не умеете пока вести инстаграм, либо боитесь, попробуйте обратиться к специалисту. Например, у меня есть визуальный ассистент, который помогает мне выстроить красивый визуал моего профиля. И есть отдельно таргетолог, который помогает настроить рекламу. Знаю, что многие не снимают, потому что дома нет ремонта. Но для этого есть специальные места, например, как ботаническое, где мы сегодня снимаем. Тут все классно, красиво, и каждый уголок подходит для фото- и видеосъемки. Поэтому вы можете приходить в такие помещения и снимать кучу контента. А с вами была Настя. Всем пока. Подписывайтесь на мой блог. И в конце нашего выпуска мы хотим напомнить вам про наш челлендж. Мы призываем вас рассказать всему городу, как легко и быстро взбодриться с утра. Снимите нам короткое видео о вашем утреннем ритуале на 15 секунд под музыку. Отправляйте его в социальные сети. А уже в следующем выпуске мы выберем автора лучшего и подарим мини-кольцевую лампу для телефона. Это был первый городской блогер и я, Наталья Забнина. Подписывайтесь на наши аккаунты, ставьте лайки и увидимся в сети. Всем пока.